Вы готовы платить за парковку? Вы знаете, да. Если честно, да. Я не так часто буду ему пользоваться, но я буду знать, что я приехала, чтобы не терять времени припарковать машину и успеть сделать свои дела. Чтобы найти свободное место в центре, нужно изрядно покрутиться. Красноярские водители вроде и готовы платить за парковки, однако мало кто это делает, а некоторые и вовсе ничего не знают о проекте. А ведь он работает уже 4 года. Правда, к его руководителям полно претензий и даже со стороны прокуратуры. За эти годы инвестор не смог полностью оснастить центр города необходимым оборудованием. Камер видеонаблюдения было установлено 14 из 79. Электронных информационных табло 6 из 63. Автомобилей, как уже было сказано в видеофиксации, 3 из 10. Паркоматов 41 из 51. Кроме того, отсутствует шлагбаум на плоскостных парковках, а паркоматы не предусматривают возможность оплаты наличными средствами. Паркоматы действительно работают далеко не везде. Например, оплатить стоянку на самой большой парковке на площади Революции водители не смогут даже при всем желании. Часть у нас паркоматов не работает в связи с тем, что у нас улица Мира ремонтировалась. Электричество до сих пор мы не согласовались с муниципальным предприятием Горсовет. Но паркоматы отключались, соответственно, они не включились. Какие-то паркоматы у нас сильно ломаются физически, мы их там восстанавливаем. Вот. Насколько я знаю, сейчас не все паркоматы работают, но принципиально, конечно, гораздо удобнее к мобильным приложениям. Организаторы проекта говорят, главная проблема заключается в том, что административная комиссия просто не успевает выписывать и рассылать штрафы за неоплату стоянок. За год к ответственности привлекли почти 7 тысяч человек, в то время как ровно столько же нарушений фиксируют всего за одну неделю. Это значит, что десятки тысяч водителей просто не получают уведомлений и продолжают бесплатно парковаться. То есть эффективно и качественно, проведя фото-видео фиксацию нарушений, дальше, как в прошлом веке, садится комиссия и начинает ручкой заполнять документы. Приглашать туда нарушителя, ну, это практика, которая она уже изжила себя. Чтобы сделать работу эффективной, городские власти предложили внести поправки в закон и наладить автоматическую рассылку штрафов. Такие меры помогут дисциплинировать водителей и разгрузить центр города от машин. Впрочем, всегда найдутся те, кто захочет обмануть систему. Чтобы не попасть под камеры видеофиксации, которые установлены в паркомобилях, многие красноярские водители идут на различные уловки. Например, закрывают свой автомобильный номер или же берут и попросту его снимают с одной стороны автомобиля. Что делать с неплательщиками и как рассылать штрафы, чтобы это было эффективно, все эти вопросы обсудят на сессии городского совета. Пока же все будет работать по-прежнему. А значит, получить письмо счастья за неоплату парковки – вполне реальная перспектива. Ярослав Цимбал, Павел Пателицын, Енисей. Новости.